Удаленка – это не про них. Обеспечить безопасность детских садов, школ, торговых центров можно только непосредственно, находясь на месте событий, внимательно осматривая все помещения и подмечая детали. Эта работа требует внимательности, сосредоточенности и знания всех необходимых нормативно-правовых актов. Но именно такая скрупулезность и принципиальность помогают защитить жизни людей и не дать случиться пожарам. За профилактику возгорания отвечают сотрудники пожарного надзора. По объектам проверка где-то в среднем у нас проверяется в год около 100 объектов защиты разной категории, то есть это и садики, и школы, и магазины. Повышенное внимание уделяют объектам с массовым пребыванием людей. График плановых проверок составляют заранее. Есть и внеплановые проверки, во время которых сотрудники пожарного надзора контролируют устранение нарушений, выявленных ранее, или работают по обращениям граждан. Очень часто происходят нарушения именно когда объект функционирует, что-то там внутри захотели поменять, какие-то перегородки, еще что-то. И получается так, что не зная об этом, то есть нарушили требования пожарной безопасности. Если это выявилось, например, уже в период проведения проверки, то придется нести административную ответственность за данное нарушение. Один из важных аспектов работы сотрудников пожарного надзора – расследование причин пожаров. В среднем в год происходит 40-45 возгораний. Дознаватели осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и собственников сгоревших помещений. За электрики, может быть, потом при неосторожном обращении с огнем, также неосторожность при курении. Большинство у нас в этом году, по статистике у нас в большей степени, это неосторожность при курении. То есть люди, которые употребляют спиртные напитки, курят в помещениях дома, в квартирах, и из-за этого потом ложатся спать, и из-за этого получается возгорание. Проводят сотрудники пожарного надзора и профилактические мероприятия. Время действия на территории Сарова особого противопожарного режима они часто патрулируют садоводческие товарищества и леса, объясняя горожанам основные требования пожарной безопасности. От лица руководства и личного состава пожарной охраны поздравляем всех ветеранов, стоявших у истоков создания Федерального государственного пожарного надзора. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и нескончаемой энергии. Спасибо вам за огромный вклад в обеспечение пожарной безопасности охраняемого объекта. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.